США были бы рады поддержать Украину в нормандском формате, но у них ничего не выйдет. Андрей Бабецкий, специально дляукраина.ру Возможно ли участие Соединенных Штатов в работе нормандского формата, как того страстно желает Владимир Зеленский, вчера поведавший о своей мечте советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джону Болтону. К слову, собеседник украинского президента отреагировал позитивно, заявив, нормандский формат может продолжаться, если этого хотят стороны участницы. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и, я уверен, Великобритания будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям властей Украины. Какой путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ? Мы будем рады их поддержать. Идея-то не новая. Ее авторство принадлежит предшественнику Зеленского Петру Порошенко. Тот полагал, что американцы, влившись в переговорный процесс, начнут эффективно ломать Россию через колено. Москва враждебная инициатива неуклонно отвергала. Надо полагать, что и сейчас присоединение США к переговорам выглядит для нее крайне сомнительным решением, ибо мотивы у нового украинского лидера те же, что и у Порошенко. Тем не менее, в этой истории есть два разнонаправленных процесса, поскольку политика Белого дома в отношении Украины полна непримиримых противоречий. Казалось бы, она должна исчерпываться позицией спецпредставителя Госдепартамента Курта Волкера, которого можно смело зачислять в ряды наиболее непримиримо настроенных по отношению к России американских ястребов. Его взгляды настолько радикальны, что иногда отдают шизофренической экзотикой. Проблемы войны в Донбассе и потери Украины и Крыма он описывает посредством клишированных антироссийских стереотипов. Тут и старые добрые оккупации с аннексией и регулярные российские войска в ДНР и ЛНР, убивающие украинцев на поле брани. Но это не все. Американский дипломат умудрился расширить список российских преступлений и договорился до того, что жители Донбасса лелеют мечту о возвращении их территории в состав Украины. Поскольку не в состоянии нести причиняющие им невыносимые страдания бремя российского ига. Вздорность и нелепость подобного заявления могут по достоинству оценить даже сами украинцы, прекрасно знающие о том, что население двух народных республик мечтает лишь о том, чтобы Украина навсегда улетела в космос. Самое удивительное, что президент США своими действиями демонстрирует абсолютно иную точку зрения на проблему. Волкер публично объявляет, что возвращение к формату G8 с участием России возможно только после того, как Кремль вернет Украине Крым. И он говорит это после того, как в Биарице Трамп поссорился с лидерами европейских стран, не сумев их уговорить принять Россию обратно без всяких условий. На лицо фантастическое расхождение между двумя позициями. На самом деле это нормальная ситуация. Волкер типичный представитель глубинного государства, традиционной системы вещей, которой Трамп объявил войну. Ведет ее он с переменным успехом, где-то одерживая победы, где-то терпя сокрушительные поражения, как например в случае недавнего ввода в действие второго пакета санкций против России. Со второй позиции Россия могла бы работать. И если бы она являлась доминирующей, вхождение США в нормандский формат было бы вполне конструктивным шагом. Но дело в том, что у США связаны руки как внутри страны, так и на международном уровне. Европейские лидеры G7 инициативу американского президента отклонили. И можно сказать, что в этом смысле их подход к делу совпадает с линией Курта Волкера. Прорваться сквозь этот кордон глава американского государства шансов не имеет. Именно поэтому для США доступ в нормандский формат закрыт в обозримой перспективе. Какие бы перспективы не вырисовывали для публики Владимир Зеленский и Джон Болтон. Возвращение Крыма раз и навсегда не обсуждаемый вариант для Кремля. Следовательно, России нечего делать G8, а Америке в переговорах по Донбассу. Да, собственно, и сам нормандский формат пока не нуждается в изменении конфигурации. В его рамках фактически нечего обсуждать, поскольку, несмотря на то, что Украина сдвинула процесс выполнения минских договоренностей с мертвой точки, решив реализовать некоторые пункты, касающиеся вопросов безопасности, вероятность перехода к пунктам политическим так и остается нулевой. А именно, они сейчас являются предметом рассмотрения гарантов нормандского формата. Подводя итог, скажу лишь, что никаких новых комбинаций и участников ситуация не предполагает. Можно на длительное время забыть о милой беседе Зеленского с Болтоном. Андрей Бабицкий специально для Украина.ру. США были бы рады поддержать Украину в нормандском формате, но у них ничего не выйдет.